сегодня мы поговорим о том почему колено это уникальный сустав и чудо с точки зрения инженерии будет краткий анатомический экскурс я расскажу какое еще одно важное движение присутствует в коленном суставе помимо разгибания и сгибания я назову три причины боли дискомфорта и повышенной нагрузки на ваш коленный сустав и почему если из вашего колена не торчит топор то причина боли находится в другом месте после теории мы сегодня выполним практику которая подойдет всем для улучшения самочувствия коленного сустава сегодня мы не будем воздействовать на само колено поэтому даже если ваш коленный сустав испытывает боль или дискомфорт вы сможете выполнить эти движения а в следующем видео будет полноценная практика по улучшению функциональности и биомеханики коленного сустава причем мы уже будем работать не опосредованно а локально я покажу несколько оценочных тестов чтобы приблизительно вы могли понять в какую сторону двигаться и также практика в следующем видео идеально подойдет для людей как с варусом так и с вальгусом то есть о образной постановкой ног или с x-образной поставьте заранее этому ролику лайк чтобы сохранить себе эту практику которую мы будем делать после теории сегодня профилактика и улучшение распределения нагрузки для колена для всех а в следующем видео улучшение функциональности самого колена и чем больше ваших реакций и комментариев тем быстрее выйдет следующее видео полноценный урок также подписывайтесь на мой телеграм-канал чтобы точно не пропустить новые видео где вы сразу получите уведомления также в своем телеграм я пишу напоминание о старте занятий в моей школе отдельно добавляю упражнения из выпусков на youtube чтобы их можно было легко найти или скачать делаю разборы интересных тем из биомеханики показываю что-то из жизни подписывайтесь будет точно полезно можно даже не искать ссылку просто написать в поиске телеграмм пенкин егор здоровое будущее всем привет с вами пенкин егор специалист по движению с высшим образованием в области физической культуры и создатель школы функционального фитнеса здоровое будущее и мой бывший клиент который опаздывал на тренировки юрий степанович ладно на самом деле это мой любимый преподаватель по физиологии в институте который бывало вышвыривал мой рюкзак из аудитории и моя анатомическая модель была названа в честь этого преподавателя у колена всего две степени свободы если зафиксировать бедро колено может только сгибаться и разгибаться с точки зрения инженерии наше колено это нонсенс согните и разогните колено а теперь попробуйте дотянуться пяткой до ягодицы и вы скажете ну да и что наше колено это уникальный сустав который сочетает в себе две несовместимые вещи наши колени могут быть одновременно мобильными и очень стабильными то есть в коленном суставе почти отсутствует движение когда нога прямая и когда мы стоим на прямых ногах наш коленный сустав почти не обладает никакой подвижностью он замыкается и завинчивается и все и тогда мы способны стоять относительно долго не уставая и так нам гораздо проще контролировать свое тело потому что контролировать свое тело и так нелегко ведь наше туловище и все наше тело это набор костей которые соединяются между собой шарнирами суставчиками и мы стоим на небольшой опоре в качестве стоп и так колено сустав самый мобильный и вот таким образом мы вертикально простраиваясь не падаем и нам нужно постоянно контролировать соскальзывание всех этих суставов поэтому если коленный сустав бы не замыкался и не завинчивался и оставался бы скользким и неподвижным то представьте сколько энергии бы уходила на контроль этого сустава и как сложно было бы стоять и тогда скорее всего нервная система и эволюция придумали бы какие-то еще мышцы которые бы контролировали колено дополнительно появилась бы еще одна ягодица спереди сзади какие-то боковые мышцы еще бы появились и природа и эволюция побеспокоились чтобы в области коленного сустава было меньше объема и сделала так чтобы колено удивительным образом завинчивалась но как только происходит малейшее сгибание колена она развинчивается и становится подвижным и подвижным настолько что обеспечивает огромный угол сгибания и удивление в том что совершенно жесткий сустав ни с того ни с сего проявляет огромный диапазон сгибания и мы конечно это воспринимаем как норма но с точки зрения инженерии это нонсенс как такое можно изобрести непонятно а вот природа изобрела и мы можем проявить потрясающую мобильность сустава и при этом потрясающую его стабильность когда нога прямая такие два уникальные свойства которые мы должны поддерживать и теперь перед практической частью немного функциональной анатомии из чего вообще образовано наше колено наше колено образовано тремя костями и наш тазобедренный сустав как мы знаем это бедренная кость а вот это у нас большеберцовая кость которая относится к голеностопу и кости из которых состоит коленный сустав это те же самые две кости снизу и сверху и исходя из этой простой информации очевидно что между коленным голеностопным и тазобедренным суставом у нас большая связь поэтому чтобы колено чувствовало себя стабильно нам нужно оптимизировать положение всей ноги и так колено это три кости бедренная кость большеберцовая и надколенник и эти три кости у нас образуют коленный сустав если обратить внимание на положение бедренной кости то у нас есть некий естественный угол вальгуса то есть наше бедро располагается не вертикально а под небольшим наклоном это позволяет выстраивать ось тазобедренного сустава коленного сустава и голеностопного сустава строго вертикально и многие думают что основная функция коленного сустава это вот сгибание и разгибание попробовать так зафиксировать положить ногу и попробуйте повращать у вас этого не получится она не может вращаться вот голеностоп вращается тазобедренный сустав вращается и да это действительно так но при сгибании и разгибании происходит еще одно важное движение внутри нашего колена смотрите это бедренная кость а это плата большеберцовой кости при сгибании колена бедренной кости вращается наружу а большеберцовое относительно бедренной вращается внутрь и когда мы выпрямляем ногу кости завинчиваются обратно и колено завинчивается бедренная кость вращается наружу большеберцовая чуть-чуть вовнутрь при разгибании это все возвращается обратно. Поэтому очень важно, чтобы этот маленький механизм вращения, то есть ротации в коленном суставе у нас сохранялся. Обратите внимание снова на эту небольшую ротацию во время сгибания и разгибания, которое происходит в колене. И в следующем видео я покажу тест, как наличие этой ротации у себя протестировать, и мы сделаем упражнение. И напомню еще раз, что сегодня на практике само колено мы не трогаем, чтобы урок подошел людям, у кого в коленях есть боли. И когда наше колено согнуто, в нем есть вот эта ротация, то есть когда оно разомкнуто. А когда колено выпрямлено, у нас нет ротации в коленном суставе, и это обеспечивает нам минимальное усилие для поддержания равновесия, когда мы стоим. И когда мы стоим, мышцам не требуется контролировать коленный сустав. А когда мы начинаем сгибать ноги в коленях, возникает вот эта ротация, и она способствует также стабильности коленного сустава во время движения. И здоровье этого сустава напрямую зависит от функциональности регионов выше и ниже. И какие могут быть причины повышенной нагрузки у вас на колени. Наш коленный сустав имеет тенденцию компенсировать недостаточную мобильность туловища и избыточно поглощать движение за другой регион, получая стресс. Также сегодня на практике мы это протестируем с вами, а в следующем ролике полноценно мы поработаем именно с коленным суставом и его биомеханикой. И первое, коленный сустав любит компенсировать нехватку ротации в грудном отделе, а также нехватку боковых наклонов и нехватку сгибания в сагитальной плоскости. Если ваша грудная клетка не очень любит вращаться, то ваше колено с удовольствием принимает на себя эту функцию и нагрузку. Наша ходьба должна дальше поглощаться ребрами и они должны вращаться. И если ребра плохо поглощают эту ротацию в ходьбе, то она напрямую летит в коленный сустав и колено начинает компенсировать эту нехватку ротации грудного отдела с удовольствием. Второе, наша стопа обеспечивает амортизационную и рессорную функцию. И во время шага стопа гасит 80% нагрузки и амортизирует ударную силу. Если этого не происходит в стопе, в силу того, что она жесткая или у нас нестабильный голеностоп, то кто будет гасить? Суставы выше. Колени, тазобедренные суставы. Если мы рассмотрим толчковую функцию, то откуда взять толчок, если у голеностопа недостаточно разгибания? То тогда мы начинаем использовать колени в этом случае. И третье, и конечно на колени влияют тазобедренные суставы. И в тазобедренном суставе происходит движение в трех плоскостях. Если эта подвижность есть, то тогда будет и амортизация, и передача усилия. А если эта подвижность ограничена в любом направлении и в любой плоскости, это будет ограничивать функцию передачи усилия во время ходьбы. И тогда суставам, находящимся ниже или находящимся выше, придется работать больше. Если не хватает в тазобедренном суставе отведения, приведения внутреннего или наружного вращения, то колени начинают гулять внутрь или наружу. А если не хватает циркундукции, то есть ротации в тазобедренном суставе, то будет избыточная ротация в коленном суставе, и все это будет приводить к боли и износу. И наше тело – это часть всей структуры tensegrity. Поэтому не работая с тазобедренными суставами, не работая с позвоночником, не работая с грудным отделом, не работая с положением головы, нельзя сказать, что мы полноценно поработали с коленным суставом. И если у человека смещена вперед голова, то это может привести к компенсациям грудной клетки, чтобы избежать падения вперед. Из-за смещения грудной клетки меняется положение таза, а положение таза, в свою очередь, приводит к нарушению работы тазобедренных суставов, а нарушение работы тазобедренных суставов будет сказываться на коленном суставе. И да, это происходит не сразу, на это может уйти и не один год. И помимо работы со всей осанкой, чтобы колено чувствовало себя стабильно, нам нужно оптимизировать положение всей ноги. И часто врачи в поликлинике занимаются только коленом, причем лет 10, и дальше него ничего не видят, а потом запрещают нагрузки. И это в плане в мире реабилитации большая проблема. Если ваш тазобедренный сустав нестабилен, и вы знаете, что есть щелчки, хрусты, перебирание, то это тоже знак неоптимального положения сустава в суставной сумке. И при этом меняется положение костей и внутри коленного сустава, потому что бедренные кости это и есть коленный сустав. И если из вашего колена не торчит топор, то причина боли находится в другом месте. И нужно заниматься не самим суставом, а выравниванием всего тела и всеми выше и ниже стоящими регионами. Но даже если у вас имеется боль, почему бы колено не оставить в покое и не поработать с остальными регионами тела, которые влияют на его самочувствие и распределение нагрузки. Поэтому даже если у вас колено болит, сегодня вы можете выполнить небольшую практику, которая одновременно будет являться тестом и подтверждением взаимосвязей, которые я уже описал. И все ждут, когда же можно двигать колено, если оно болит. Друзья, пока вы ждете, когда можно двигать колено, тратится большое время. Растет дисфункция, вы начинаете прихрамывать, эта привычка закрепляется, даже когда боль пройдет. И пора двигаться, и работа с позвоночником, стопами, с тазобедренным суставом, это и реабилитация коленного сустава. Я вас приглашаю на занятия курса «Динамические растяжки» из ближайших моих занятий. Это не растяжка в классическом понимании, это работа с улучшением анатомического диапазона движений суставов и двигательным контролем. И через улучшение силы и баланса мышц вокруг таза и тазобедренного сустава мы снимем избыточное напряжение с поясницы, сбалансируем положение и работу коленного сустава и дадим больше стабильности стопам. Я приглашаю вас пройти систему таких тренировок, которую я строил несколько лет. Если вы хотите не просто снять дискомфорт или боль, а поработать с причиной появления этой проблемы, 31 июля это новый старт программы «Динамические растяжки». И обычно на эти тренировки можно попасть только после прохождения переобучения движения. Но иногда мы даем такую возможность всем желающим с возможностью прохождения также функциональной диагностики. Сначала в моей школе я хотел сделать строгую воронку, чтобы абсолютно все шли сначала на переобучение движению. Но я оставляю вам право выбора, исходя из цели. Динамические растяжки – это тренировки с акцентом на тазобедренные суставы, на развитие гибкости, силы через упражнения с собственным весом. На этих занятиях я обучаю правильной растяжке, мобилизации и как попутно через такие упражнения развивать силу, контроль и выносливость мышц. Это более активные уроки и всего длятся 30 минут. Это идеальная разминка перед любыми тренировками или зарядка. После регистрации и прохождения этих занятий в вашем личном кабинете будет доступен следующий этап уже без привязки к потокам. Если вы в процессе поймете, что хочется больше работы с дыханием, с осанкой, что не хватает деталей и не все получается, то вы идете на переобучение движению. А если вы пройдете этот курс в легкую, то вы можете следующим этапом сразу пойти на функциональный тренинг. И через два месяца, пока вы проходите растяжки, функциональный тренинг точно выйдет, он еще в процессе сейчас монтажа. И на занятиях «Динамические растяжки» мы уделим пристальное внимание взаимосвязи колена и тазобедренных суставов. Мы поработаем с отведением и приведением в тазобедренном суставе. Поработаем с наружной ротацией, со сгибанием и разгибанием, чтобы колени не брали на себя лишнюю нагрузку. Мы отработаем биомеханику ног, дадим в них силу. И не только колени, но и спина скажет вам спасибо. А также, если вы понимаете, что вы уже не двигаетесь, как раньше, есть тугоподвижность, вам тяжело, даются высокоамплитудные движения, сложно повесить занавески, то эти занятия за счет большого количества разнообразных движений в динамическом стиле тоже идеально для вас подойдут. Регистрируйтесь по ссылке в описании и почитайте на сайте подробный план тренировок. И если вы не успели на отдельный старт динамических растяжек, то записывайтесь на переобучение движению, который начнется из ближайшей даты 21 августа. И я предлагаю сейчас наконец-то выполнить практику. Итак, мы встаем, подготовьте себе стул, ноги на ширине тазобедренных суставов и сначала мы сделаем тестирование из положения стоя. Как вы ощущаете свои ноги? Сделайте маленький полуприсед. Мы делаем легкое сгибание ног. Это небольшое движение в коленном суставе. Просто слегка нужно посгибать колени. Хорошо, слегка посгибали, оценили их самочувствие. А теперь будьте внимательны. Сейчас будет ротация и сильно в ротации не старайтесь. Чтобы не повредить себе коленный сустав, мы поставили руки перед собой и мы начинаем поворачиваться за рукой налево. И у меня грудная клетка, туловище, таз поворачивается, а стопы остаются на месте. И мы прислушиваемся, как себя чувствуют колени. Нравится им эта ротация или нет. Я поворачиваюсь в другую сторону. Снова обратите внимание на колени, как они себя чувствуют. Точно так же, как на другую сторону или по-разному. И сравните эти два оборота. Один раз повернулись в левую сторону, а потом повернулись в правую сторону. И постарайтесь отметить, на какую сторону больше реагирует коленный сустав при повороте налево или направо. Если колено никак не реагирует, просто выберите какую-то одну сторону, с которой вы будете работать сейчас. И отметьте, как себя чувствует колено именно на этой стороне и потом можно будет сравнить. Лично я выбираю левый коленный сустав, потому что при повороте налево я чувствую напряжение в левом колене. Это не боль, это просто некое напряжение и ощущение левого колена, лично у меня. И отличается колено левое от правого при повороте. Вот направо очень хорошо, колену комфортно, ноль реакции. А вот налево я что-то чувствую, поэтому я буду работать сейчас со своей левой частью тела. И мы садимся сейчас на стул. И представьте свои ребра, начиная с уровня ключиц. Вот так они выглядят, обратите внимание, на Юрия Степаныча. Пройдитесь вниманием по ребрам. Вот у нас верхние, вот нижние, здесь уже 12-е ребро. И сейчас вся эта грудная клетка, как мягкая плетеная корзина, будет прокручиваться за взглядом и за головой. И мы будем поворачиваться только в эту сторону, с которой мы выбрали работать. Я буду поворачиваться налево. И при повороте мы делаем выдох, и на вдохе мы возвращаемся обратно. И мы ставим руки так, чтобы создать контрдвижение сейчас. Одна рука вверху, она ускоряет ротацию и поворот. У меня это правая, она стоит на груди. А вторая рука внизу, и она будет чуть-чуть тормозить. И мы пытаемся добиться ощущения контрротации. Покажу на анатомической модели позвоночника. А вы продолжаете двигаться. И мы стараемся не поворачиваться вот так целиком. Верхняя часть грудной клетки двигается за головой, а другая, она слегка притормаживается и возникает вот такое скручивание. И на старте мы сделали вдох и выдыхаем и закрутились. Продолжаем двигаться. Выдыхаем и закрутились, раскрутились. И мы руками прикладываем очень легкое, но понятное усилие. Вытягиваемся макушкой вверх. Обратите внимание, что мы не съехали тазом назад. Поясничный лордоз у нас сохраняется, насколько это возможно. Шея длинная и свободная. Продолжаем движение. Если ваш мозг примерно понимает и получилось понять, что происходит в теле и как вращается у нас реберная корзина, то прекрасно. И снизу у нас чуть-чуть ребра, они притормаживаются. Снизу останавливается грудная клетка и верхушка двигается больше, чем нижняя часть тела. Это, конечно, в идеале. Это не сразу у всех получится и требуется больше практики. И мы не забываем выдыхать. Выдыхаем, выдыхаем и отлично. И сейчас давайте попробуем, это уже точно у всех получится. Давайте продлим эту ротацию до таза. Поставьте руки за затылок, пальцы в замок. Мы слегка раскрыли плечи и лопатки. Локти смотрят по диагонали вперед. И через локти мы слегка тянемся вверх и вперед. И теперь мы начинаем поворачиваться и мы продлеваем эту ротацию до таза. Почувствуйте, как после ребер прокручивается уже поясничный отдел, прокручивается таз. Я в этой ротации при повороте налево начинаю больше смещаться на правый тазобедренный сустав, то есть на противоположный тазобедренный сустав при повороте. И на правую ягодицу у меня больше опоры. И вернулись обратно. И снова выдыхаем, выдыхаем. Я дохожу ротацией до поясницы и снова опираюсь на правый тазобедренный сустав. И вдох, вернулись обратно. И когда мы находим опору на тазобедренный сустав, это не значит, что если мы поворачиваемся налево, то мы вот так схлопнули правый бок. Нет, мы отцентрированы. Оба бока одинаковой длины, макушкой потянулись вверх, но чуть-чуть больше я отталкиваюсь от правой части таза. Моя правая седалищная кость. Если вы проходили предыдущие мои тренировки, то вы знаете, где седалищная кость. Правая половинка таза во время ротации надавливает на сидение стула и делает это чуть интенсивнее. Продолжаем движение. И, кстати, мне часто пишут, что, Егор, у вас что? Одно плечо выше другого? Как так? И да, я не идеальный. И у меня, например, есть небольшой сколиоз. И в основном это следствие операции по удалению у меня паховой грыжи. Продолжаем двигаться. Операция шла больше 6 часов. И у меня был такой серьезный ущемленный случай. И у меня много швов справа в области паховой складки, около 17 сантиметров. И вот что будет, если в одной области вот так скрутить футболку? Вся основная часть будет реагировать натяжением. Поэтому шрамы, швы, это частая также причина дисбалансов, когда рубец и там нет скольжения фасциальной ткани. И вот вопрос, что делать? Самомассаж этой области, улучшать местное скольжение или нет? И вот не тут-то было в плане массажа. Итак, сейчас я продолжу рассказ. Мы с этим закончили. И в очередной раз мы повернулись сейчас налево. Кто-то повернулся направо. И мы остались сейчас в ротации. Мы остались в своем комфортном повороте. Мы сохраняем спокойное дыхание. Ваш взгляд, если вы повернулись, как я, налево, оставьте на левом локте. Если направо, то на правый локоть. В исходном положении мы смотрим на левый локоть. Сохраняем ротацию и вытяжение макушкой в потолок. И попробуйте слегка посмещаться на левую ягодицу. И на правую ягодицу. На левую и на правую. Перемещая вес, но сохраняя положение поворота. Ваши ягодицы будут отрываться от стула. Это нормально. Тазобедренные суставы будут слегка здесь прокручиваться. И не теряйте поворот. Руками мы помогаем себя отцентрировать. Голова стремится наверх. Затылок слегка погружайте в ваши ладони. У кого руки за затылком. И аккуратно и безопасно мы работаем с мобильностью тазобедренных суставов. Продолжаем так двигаться. И я вот про себя хочу добавить. Какие версии я только не слышал, когда разбирался. Что и копчик свернут, и атлант свернут. Что надо его поправить. Что на зубы брекеты нужно поставить. И одна нога оказалась короче у одного врача. Нужно срочно стельку ортопедическую ставить. И что я только не изучал, и чего только не делал. И все решилось со временем. Тогда, когда я понял, что наше тело это тенсегрити. То есть, каждая кость плавает в этом океане миофасциального натяжения. И наши мышцы, и соединительная ткань, это все миофасция. И наши костные структуры плавают внутри этой матрицы. То есть, миофасции. И со временем я понял, что не нужно сильно париться на тему, что ой, колено заболело, крестец застрял. Дайте мне маленький ключик, лупу. Я сейчас буду ковырять этот крестец, колено, потому что там причина дисбаланса. А в этот момент вокруг может такое твориться. Стопа, реберная корзина, шея, лопатки, бедра. И даже если я разобрался с крестцом и коленом, все равно все остальное будет обратно его затягивать. Поэтому, когда я стал глобально работать со всем телом, глобально его выравнивать, простраивать, улучшать выравнивание и вытяжение в правильном контексте, у меня ушли все боли, которые меня мучили. И это к тому, что стоит ли искать именно причину и заниматься поиском какой-то причины. И визуально асимметрия, может быть, у меня еще остается, но гораздо меньше. И нужно прямо присматриваться ко мне, чтобы понять, что у меня там одно плечо ниже, чем другое. И самое главное, что в движениях я уже не чувствую такую яркую разницу. И раньше в движении это было два человека. То есть слева я чувствую так, справа я не чувствую вообще ничего. Плюс справа у меня нарушена иннервация из-за шрама. И как только я вернул баланс, целостность, я просто перестал ковыряться в этих причинах. Я просто улучшаю биомеханику и работаю с балансом всего тела. И это работает. Итак, отлично, закончили. Теперь мы встаем. Мы встали. И давайте сравним. Мы точно так же встаем, как в начале. Ноги на ширине тазобедренных суставов. И как теперь ощущения, когда вы поворачиваетесь. Вспомните, какие у вас были ощущения при повороте направо, при повороте налево. И вот у меня ушло напряжение с левого коленного сустава. Я сейчас поворачиваюсь налево. И мое колено чувствует себя более комфортно. И мы даже, обратите внимание, мы не работали с самим коленом. Так же можно поприседать, слегка посгибать колени, как мы делали это в начале. И я тоже чувствую большую легкость. Но не у всех так будет. Если у вас есть какие-то изменения, напишите в комментариях, какие они, что изменилось в ощущениях. Если ничего, и для вас это эзотерика, то тоже пишите. У всех у нас разная телесная осознанность. У каждого свой двигательный опыт, количество рецепторов. Исходное состояние у всех разное. Буду рад вашей обратной связи в комментариях и вопросам. Если вы почувствовали себя лучше, вы можете сделать такую практику вашей зарядкой. Особенно если вы испытываете боль в коленном суставе. И врач пока запрещает именно коленом двигать и нагружать ногу. Но при этом мы можем поработать с мобильностью тазобедренного сустава и с грудным отделом, чтобы распределить нагрузку. Если вы ничего не почувствовали, то попробуйте отследить, как колени будут чувствовать себя в течение дня. И также дайте обратную связь, пожалуйста, в комментариях. Будет интересно эту обратную связь между собой сравнить, вот у кого как. Если у вас есть разрешение от врача на ЛФК, или вы хотите укрепить колени в профилактических целях, или у вас варус, вальгус, то я приглашаю вас на свою систему занятий. Регистрация будет по ссылке внизу. И можно начать с динамических растяжек. И также пример полноценной тренировки для биомеханики колена будет в следующем видео. Поставьте лайк и напишите, если вы ждете, чтобы я снял и смонтировал этот урок побыстрее. И, конечно, хочется добавить, что не бывает одного упражнения для решения какой-то проблемы. Например, люди часто находят такие короткие ролики или ищут их специально, что болит колено, делай это. И, конечно, это не работает. Если в теле нарушена биомеханика, то ее надо восстанавливать, а не искать волшебную таблетку или прикладывать подорожник на локальную область в надежде, что случится чудо. Это как красить стены у дома, где покосился фундамент. Делай только это, колено не будет болеть. И эту проблему не решит. Нужно разбираться на примере таких осознанных техник, как сегодня. И только последовательная регулярная работа дает долгосрочный результат и по-другому не бывает. Но зато вы обретаете уверенность в теле и своих возможностях, а не бегаете. Из гугла в разные блоги в поисках того самого секретного упражнения. С вами был Пенкин Егор. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк, если было полезно, поддержите этот ролик. Как обычно, напишите, что вы думаете на тему этого видео в комментариях. Я все читаю. Поделитесь этим видео с друзьями и напишите, на какие темы еще снять такие разборы и полноценные тренировки. И да, да, я уже помню, вы много писали про шею, я скоро до нее доберусь. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал и инстаграм, где я рассказываю о биомеханике. Делюсь интересными фактами. Советуюсь с вами по выбору новых тем для роликов. Обязательно перейдите на мой канал, там вы найдете уже много готовых уроков на разную тему. Тренируйтесь для жизни, а не живите для тренировки. Пока!